Здравствуйте, друзья, меня зовут Максим, вы смотрите канал The Quays. Сегодня поговорим про фидбэки от тех людей, которые приехали в Омаху за последний год. К сожалению, по объективным причинам, из-за того, что интернет в последнее время превратился в большую помойку, далеко не все люди готовы стать публичными, потому что опасаются разного рода хейтинга и негативные высказывания со стороны маргинализированной части зрителей. Поэтому сегодня с нами Женя, Женя сам с Украины. Здрасте. Ты приехал из Харькова? Да. Из Харькова, отлично. Женя приехал недавно, напомни. В конце августа мы приехали, я с женой и ребенком. То есть конец августа этого года, город Омаха, штат Небраска, США. Прошло практически 3 месяца, чуть-чуть больше. Да, почти 3 месяца уже прошло. Ну, как тебе Омаха? Я специально стал брать в самом начале интервью. Как бы пожить, чтобы… А то люди пишут некоторые, что Омаха – это дыра, это жоп человечество, деревня и так далее. Какое мнение пожить в такое переставление здесь? Ну, я не слишком большой любитель, так сказать, мегаполисов. То есть Харьков у нас третий, да, по увеличению город в Украине. Но в то же время я не любитель деревень. И вот на основании этого могу сказать, что, собственно, Омаха – это как раз средний вариант между мегаполисом и деревней. То есть он находится посредине этот вариант. Здесь… Меня все устраивает вот в этом городе. То есть это и в то же время больший город, и одновременно спокойный город. То есть это не мегаполис, не шумный, не забитый людьми и машинами. В целом мне здесь очень нравится. Отлично. Немножко расскажу предысторию. Женя приехал в семью. У него жена, у него ребенок, дочка. И приехал Женя по моей программе социальной адаптации. Для тех людей, которые распускают всякие разные случаи, что нет договора, что пункт не согласовывать. Вот у нас такая бумажка. Она идет с каждым клиентом. Вот приложение к договору услуг. Где перечислены все пункты, которые заранее согласовываются с каждым клиентом в зависимости от потребностей. Потому что у кого ребенок, соответственно, нужно решать проблемы с устройством в школу. У кого ребенка нет, соответственно, пункт вычеркиваем, добавляем что-то другое и согласовываем. И каждый пункт после определенных событий, которые в том году произошли. Есть копия, которая есть у меня, есть копия, которая есть у клиента. И человек по мере выполнения ставит галочку и подписывает, что этот пункт выполнил. Чтобы потом не было никаких разногласий и разночтений. То есть на сегодняшний момент весь список у нас давно уже выполнен. У тебя есть претензии по этому списку? Нет, по списку претензий у меня нет. Здесь я хочу добавить, собственно, к бумажному варианту, то, что... В чем еще особенно его важность? В том, что, например, когда я только готовился к переезду, когда мы разговаривали с Максимом, решали все моменты, уточняли что-то, обговаривали условия. Мне казалось, что их было так много и настолько там все было очень сложно и все. А здесь же, когда уже прошло время, вот, и мне начинало казаться, что на самом деле, что вроде так мало всего Максим сделал. Мы так договаривались куча всего. А потом я взял эту бумагу, я посмотрел, я сравнил с тем, что, с тем, о чем мы договаривались, а там все один к одному оказалось. То есть вот это разное восприятие, когда ты находишься там по ту сторону, когда ты на нервах и когда ты здесь, ты уже приехал, ты уже успокоился, ты живешь более-менее нормальной жизнью. Совершенно разное восприятие, соответственно, эта бумага, насколько это можно назвать документом, да, все равно документ, она очень сильно помогает вот в этом, помогает потом избавиться в дальнейшем от каких-то взаимных претензий. Ну, кстати говоря, есть тоже один психологический момент. Видишь, дело, когда отработана схема, ты знаешь по шагу, что делаешь, то есть раз, 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 что-то там в голове, у человека возникает ощущение, что все двигается само собой. Когда человек сталкивается с какими-то сложностями и создается имитацией бурной деятельности, как все это сложно, человек думает, блин, да, действительно, это стоит таких денег, мы, смотрите, целых три раза там куда-то ехали и только стоять и покойки там что-то решили. Я считаю, что вот, я просто сталкивался с такого рода людьми в Москве, которым я прибегал к услугам, например, про таможки груза, я две недели ночевал на Шеремической таможне, там такая имитация бурной деятельности была, е-мое, я не мог понять вообще, что, блин, мне, наверное, мало денег сняли, две недели, там, человек со мной ездил, как на работу. По большому счету, надо было всего лишь принять пакет бумаг и поставить его список, но мы две недели мотались, конечно, имитация была полная, то есть, здесь же у человека возникает ощущение, как так все легко, приехали, сделали, там, приехали, сделали, потому что нет ни одного лишнего тела движения на сегодняшний момент по тем услугам, которые есть, и более того, кстати, тут кое-что не вошло, мерсалка аукционами и так далее, есть информация, например, которая позволяет людям, которые сидят и ждут разрешения на работу, спокойно там заниматься чем-нибудь, там, типа торгуют на ЭБ и на Мазоне. Какие-то серьезные варианты прокрутки денег, но, опять же, у нас в страхе есть к человеку. Ну, да, каждый сам для себя решает, чем он собирается заниматься в ближайшее время и в дальнейшем, но я считаю, что вот в плане каких-то дополнительных, дополнительных моментов, ну, они должны, должны присутствовать в общем моменте, хотя бы, да, хотя бы, потому что, по нескольким причинам, хотя бы, потому что это не маленькая сумма, ну, согласись, это не маленькая сумма за, вообще, в целом, я не говорю за конкретные услуги, я говорю, в целом, эта сумма не маленькая. И потом нельзя все нюансы оговорить. Погласен. 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 У меня есть условия именно первой предоплаты. И вот тут многие люди, которые смотрят разные черный пиар, сливы моего канала, меня лично черный пиар, они начинают напрягаться, они начинают думать, блин, он сейчас нас кинет 500 долларов, потому что для меня, грубо говоря, 500 долларов даже по американским меркам, ну и по московским тоже, это не такая сумма денег, ради которой стоит человеку кидать, делать ему неприятное и потом свою карму портить. Это не та сумма денег, из-за которой стоит наживать себе еще одного врага в этом мире. А для человека, который находится по другую сторону границы, сейчас тем более в той экономической ситуации, которая есть и в Украине, в Москве, в России, 500 долларов достаточно ощутимые деньги. У нас, в начале, наверняка, было ощущение, что блин, он сейчас кинет, он сейчас кинет. Это, в принципе, наверное, у любого русского человека возникает это ощущение, тем более наученный так жизненным опытом наших реалий, возникает это ощущение, ты переводишь деньги далеко, очень далеко, и у тебя нет никаких гарантий, кроме слова. Поэтому, конечно, этот момент присутствует, вот, и дело даже не в том, не в черном пиаре, допустим, непосредственно Максима. Дело в целом, как бы, в этой индустрии, то есть большинство все-таки каких-то там непонятных, особенно в мегаполисах людей, которые предоставляют услуги, там, какой-то, не знаю, даже адаптации, или просто встретить, провести там экскурсионно-развлекательную программу, очень-очень большой процент там кидалово и негатива идет, поэтому в целом по этой отрасли, если можно так сказать, достаточно сложно пробиваться, вот. Но здесь Максим, это приятная неожиданность, скажем так, среди, для русского человека и среди русских, которые, собственно, выполняют свои обязательства, которые он на себя взял, в полном объеме, я считаю. Ну, а как же тогда вот эти все случаи, которые распускаются по поводу меня, тебя вообще как-то не интересовали, не интересовали на момент, вот. Или, скажем так, я больше не знал, конечно, депутат, что ли тебя как-то? Дело в том, что, я считаю так, я сам работал в сфере услуг, проработал больше 10 лет руководителем, и я за эти 10 лет общался с очень многими людьми, клиентами, работниками, я прекрасно знаю, что ни в одном деле, ни в одном бизнесе не бывает 100% довольных клиентов. Есть и недовольны, это нормально, потому что все люди разные, одинаковых не бывает. Поэтому, собственно, какой-то процент информации негативной или не очень позитивной, он должен быть, это более полно описывает общую ситуацию, дает понимание общей картины. Но, в принципе, меня это не сильно интересовало, то есть, что там с кем-то произошло, меня интересовала, собственно, моя ситуация, то, как будет развиваться мое дело, мой переезд. Я все моменты и, честно, опасения сразу оговаривал с Максимом о том, что, если вдруг какие-то будут нюансы происходить, я не буду, как бы, там сидеть, молчать и так далее. Пойдет в магазин за топором. Да, примерно так, то есть, я буду какие-то действия производить и, собственно, защищать. И спортивный магазин забитый. Да, да, честь и достоинство. Поэтому... Я не знаю, что это крепкий такой, накачанный. Это не труд куш. Это сразу все было оговорено и, собственно... Ну, а риск... Ну, ребята, риск в любом деле присутствует. Чем бы ты ни пытался заниматься, что бы ты ни пытался сделать, всегда присутствует риск. Даже там, где не присутствуют деньги. А уж там, где деньги, там и подавленный риск присутствует. Поэтому каждый здесь для себя сам решает, приемлемый это для него риск, приемлемая ли цена для него за эти услуги. То есть, кто-то кричит о том, что это... Ой, как дорого! Это все, оно того не стоит. Ребята, каждый сам для себя решает, что оно стоит, а что не стоит. У кого какая ситуация. У кого какая финансовая ситуация. То есть, это все личное дело каждого. Кто-то покупает дешевый хлеб, кто-то дорогой. Хорошо, отлично сказал. Вот ты здесь живешь 3 месяца, ты, наверное, познакомился со всеми, кто приехал за последний год. Вот, наверное, так, да? Ну, в принципе, да, я думаю, да. Можно сказать, что здесь кто-то бедствует, кто-то выброшен на улицу, у кого-то что-то не сложилось, кому-то что-то не оказали, каких-то услуг или у всех, в общем-то говоря, все ровно. Ну, естественно, без каких-то трений, опять же, как я уже сказал, не бывает. Ну, нельзя, это человеческие отношения, то есть, в принципе, суть этой социальной адаптации, собственно, наверное, потом и называется социальная, то есть, надо научиться с людьми общаться. Ну, с вашей ученикой получилось, да? Жить с людьми. Вот, и это стрессовая ситуация. Люди приезжают в стрессе, они попадают в новое окружение. И, соответственно, надо к этому с пониманием относиться, к тем вещам, которые кто-то чем-то остался недоволен. Но это мелочи, это нюансы, все. В целом, большинство людей, которые здесь находятся, у них все хорошо, у них есть жилье, у них есть необходимые документы, у них есть необходимость знания для того, чтобы продолжать вести свою жизнедеятельность автономно. Дети ходят в школу. Да, да, да. То есть, не зависеть от кого-то со стороны. Ну, собственно, я считаю, это и есть адаптация. То есть, сделать так, чтобы человек сам мог самостоятельно решать свои вопросы на новом месте, в новой стране. Все верно. Кстати, по поводу школы. Тоже интересный вопрос. Многие люди, кто планирует ехать в Америку, у них есть дети в разного возраста. маленькие и так далее. Вот на твоем примере, после того, как дочку определили школу, скажу, ну, начнем, доволен ли ты от этой школы вообще? И твои какие-то комментарии, то есть, по поводу разницы между американской школой и школой, которая в Украине была. Просто интересно, люди нам будут дослушать. Чисто вот... Ну, дело в том, что сложно, мне может быть сложно говорить о большой разнице, потому что дочка у меня еще в начальной школе. Ну, а, собственно, начальная школа, даже, я не знаю, как в России, но даже в Украине в начальной школе очень хорошо достаточно относятся к детям. Вот, когда они еще маленькие, там сложно проводить какие-то параллели. Здесь мне школа очень понравилась, здесь очень хорошо относятся к дочке моей. С ней постоянно дополнительно проводятся занятия по английскому языку. И вообще, здесь, наоборот, здесь приветствуется какой-то интернационализм, то есть, люди новые, люди приезжие, этим людям рады здесь, этим детям рады здесь. Конечно, я не могу сказать, что в Омахе все школы здесь тоже есть и неблагополучные районы, и неблагоприятные. Вот, соответственно, там такие же и школы, и люди там живут такие же. Вот, но в нашем районе, там, где мы проживаем, примерно в географическом центре Омахе, здесь все, здесь все хорошо, здесь очень мирно, спокойно. И то же самое касается и школы. Вот, и я очень доволен тем, как вот мой ребенок сейчас устроился на этом новом месте. Отлично, отлично. Вот, кстати, очень важный нюанс. В Америке привязка школы идет исключительно к тому месту, где вы проживаете. Нельзя, грубо говоря, снять дом в бедном районе за минимальные деньги, пытаться ребенка проплавить в школу, которая располагается в богатом районе. Необходимо, хотя бы, как минимум, снять апартаменты вот в этом богатом районе или рядышком, с тем, чтобы, подводить на узнав, попадаете в этот округ вот на эту жилую зону, и только после этого ваш ребенок сможет ходить в хорошую школу. Но в Амурске ситуация достаточно позитивная, потому что я вот общался с Любой, еще с несколькими людьми, которые достаточно давно живут в Амурске. В общем, основные говорят, что, сравниваясь со всей картиной Америки, здесь достаточно высокий уровень образования, даже по сравнению с соседними штатами, здесь достаточно высокий уровень. Вот такая ситуация. А давай по поводу тебя еще такой вопрос интересный. Многие считают, те, кто приезжает в Америку, какими-то неудачниками, у которых не сложился бизнес, которые там что-то у них там не получилось и так далее, которые приехали и, значит, будут 10 долларов в час всю свою жизнь получать. Хотя это не совсем так, потому что я знаю людей, которые живут достаточно давно и которые еще в свое время, когда приехали в США, озадачились вопросом своего карьерного роста. Планируешь ли ты пойти куда-то учиться и вообще, то есть, как, прям, план на будущее? Что бы ты для себя спланировал? В ближайшее время, то есть, когда я получу разрешение на работу, я планирую поработать какое-то время, может быть, может быть, даже сам на себя, то есть, возникла у меня такая идея, вот, я посмотрел, что и как, чем люди здесь занимаются, есть у меня мысли на этот счет. А ты про профессию кто? Ну, по профессии сложно назвать, у нас профессия... Хорошо, что ты умеешь делать? Принято считать, да, то, на что учился, но у нас все... Ой, на что я учился, это я никогда не работал. Да, вот примерно так. в принципе, я 10 лет, вот с лишним, я занимался автосервисом, вот, но за эти годы это мне надоел, этот бизнес, надоело заниматься машинами, вот, и то, что я знаю и умею, я начал заниматься электричеством, электромонтажом. Именно здесь я и планирую как бы этим заниматься. Пойдешь учиться? Не сразу, не в ближайшее время, вот, я хочу, я просто понял, что не так уж важна вот эта сертификация, о которой, о которой они говорили, это не так важно для того, чтобы вот прям успешно работать и все. Да, есть, конечно, и в этом есть плюс, если ты хочешь работать на серьезную компанию, вот, какую-то с серьезными деньгами, там без сертификации не обойтись. Но на начальном этапе для того, чтобы хорошие деньги зарабатывать, хорошие именно даже по-американски меркам, не обязательно вот сразу, сразу идти учиться. Да и вообще, по моему опыту, теории учить намного проще и приятнее, когда ты уже знаешь на практике, что к чему, вот, а не когда тебе на пальцах это все объясняют. Поэтому, конечно, в ближайшем будущем, я не собираюсь подкладывать биологий ящик, в ближайшем будущем, естественно, я пойду учиться на эту профессию именно в Америке, вот, для того, чтобы получить сертификацию, вот. Но пока что, пока что планирую, вот, работать без сертификации, как только в порядке разрешения на работу. Отлично. Еще такой вопрос, тоже, я думаю, многие заинтересуют. А, как, на твой взгляд, в Америке тебе относятся к украинцам и к русским? Ты же, когда разговариваешь, они же слушают строк эксцент, вот этого. И они спрашивают, where are you from? Ты расскажешь, как вообще, есть какой-то... Потому что, в разных штатах разные ситуации. Наши эмигранты в крупных городах, как Нью-Йорк, Гусанжлис, Сан-Франциско, Чикаго, уже достали местное население, зря, образом достали. Как здесь дело вот с этим? Ну, в плане акцента, у меня с этим проще, как бы, мой акцент редко, кто из них распознает, вообще, американцы не очень хорошо разбираются в иностранных языках, поэтому, им сложно распознавать, вот. Но, когда они слышат, как между собой мы разговариваем, вот, они спрашивают, на каком языке вы разговариваете? Говорим, там, мы на русском разговариваем. Вот. Или, они просто, бывает, спрашивают, когда слышат речь, они спрашивают, откуда вы приехали? Говорим, там, с Россией, с Украиной. Я ни разу не увидел какого-то негатива, еще чего-то. Наоборот, они с таким, они с интересом спрашивают, а что там, как они, что-то слышали, они пытаются свое, свои знания, да, с той информацией, которой они владеют, они пытаются ее привести вот к правде, то есть, они начинают расспрашивать, там, что и как на самом деле происходит, а вот мы в новостях слышали то, а как на самом деле, что у вас там, как. Вот. Они с сочувствием относятся к нашим государствам. Проблеме, которая сейчас там возникла, да. Да, о том, что происходит, это дело не только даже в войне, еще в чем-то, дело вообще в социальной катастрофе, которая, в которой сейчас находится наше государство. Ну вот, то есть, что, собственно, с людьми происходит там. И они там искренне сочувствуют. Вот как-то такое отношение. Ну да, я могу сказать, попытаться перевести язвучие слова, я тут общался с одним владельцем офиса, он Африкан-Америка, мы с ним долго общались, и он сказал, хорошие люди во всех странах везде одинаковые. Проблемы создают политики, они людей стравляют между собой, стравляют одни на цены, на другие, нету проблем. Там плохая раса, хорошая раса, есть плохие люди, есть плохие политики, а есть нормальные люди, которые между собой всегда дадут коммуникацию. Всегда смогут договориться, и если нормально ты по-человечески ведешь, в какая разница, в какой стране ты не находишься, тебе так и по-человечески будут относиться. Абсолютно так и есть. Здесь мы находимся, приезжие, те, кто недавно приехал, те, кто давно приехал, русские, украинцы, кто у нас там еще? Казахи. Казахи. Здесь вообще люди об этом забывают, о том, что есть какие-то у нас там были когда-то границы и различия, о которых нам рассказывали. Здесь этих различий нет, все мы общаемся между собой нормально, хорошо, и никаких проблем нету между... межгосударственных, если можно так сказать. Ну, я думаю, что на первый раз достаточно, наверняка пойдут вопросы от зрителей, вот, надеюсь, что сможем на них ответить, на эти вопросы. Ужала, что не хочешь, привет передать. Нет, я хочу, я хочу только сказать, что в общем и целом, естественно, я бы порекомендовал тем людям, которые собираются переехать или задумываются, так сказать, об этом, я порекомендую воспользоваться услугами Максима. Других каких-то положительных результатов от других людей я не знаю, не видел, но то, что те услуги, которые оказывают Максим, которые он оказал нам, я этим абсолютно доволен и могу порекомендовать этого человека. Ну, спасибо тебе огромное. Не боишься в ваших этих комментариях, которые что-то тебе сейчас затидеваетесь в сеть. как я уже сказал, как я уже сказал, недовольные всегда есть, не бывает, что все были довольны и к этому нужно относиться. Публичность, да, публичность такая штука, ох, нелегкая штука эта публичность, ох, нелегкая. У каждого есть право на свое мнение, на сказы. Да, согласен, согласен. Ну, прощаемся, всем хорошего дня, удачи. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok